Привет, ребята! Привет вам из Лондона! Привет вам из моего угла! Добрый вечер в хату, как говорится, потому что с сегодняшнего дня мы с вами немножечко будем говорить про криминал. Вот такому, кто скучал по криминалу, уже мы почти отложим в сторону предыдущие темы и будем говорить обо всём только, вот, как говорится, про Лондон. Про Лондон. Многие люди очень любят Лондон. Многие скучают по Лондону. Я знаю, кому нельзя приехать в Лондон, кто никогда не приезжал в Лондон, потому что у него не было на это возможности приехать. Ну, во всяком случае, здесь у нас тема сегодня, что называется, про Бориса. Как это? Борис по имени Парис у нас был. Начало у меня он проходил в книге, а теперь он проходит под кодовым названием Боджо. Так его называют ласково местные, что называется, островитяне. И вот это мы и начнём с вами обсуждать. Дело в том, что у нас в Лондоне проходит в парламенте слушание по, значит, делу, так сказать, вот этой заразы 2020. И как именно правительство во главе с Борисом Джонсоном справлялось с этой проблемой. Но для того, чтобы, как говорится, понять и въехать в то, что происходит, нужно знать, я считаю, традиционный английский характер. Но что это значит, я сейчас говорить не буду, потому что, как говорится, меня ведь и англичане же слушают, и во всяком случае, я надеюсь на это. Так вот, значит, выступали, и будут ещё люди выступать, но выступали пока что ближайшие, ближайшие, так сказать, ну, как это называется, я даже не знаю, самые близкие к Борису Джонсону, к его, кажется, тельцу люди, секретари и советники. Значит, советник товарищ Каминг, я его всё время описывала, значит, секретарша, которую Борис Джонсон уволил, она, конечно, понятна в обиде на него, ну, и потом секретарь, который с ним продолжал быть до его отставки. Вот эти трое человек давали интервью, то есть, ну да, интервью для парламента. Пока что ещё не выступал Матхат Ток, который является, как говорится, самым заглавным, в кого кидают камни. Но пока что кидают камни в Бориса Джонсона. И вот, значит, что говорят, что он создал токсичную культуру на Даунинг-стрит. Также говорят, что он был самый-самый бессмысленный премьер-министр за все сто лет, какие существуют британские премьер-министры за последние сто лет большего бессмысленного премьера, чем Борис Джонсон, не было. С ним было ужасно работать, ужасно работать. Я от него устала, сказала дама, вот эта секретарша, которой 19 марта её, наверное, уволили. Но ещё 19 марта она наслушалась всего и всякого. Но больше всех, конечно, выступал товарищ Куминг. Он обозвал, ну, вернее, он вот это сказал, что Борис Джонсон был бессмысленный. Но он раскрыл, так сказать, завесу поднял над тем, что Борис Джонсон был не нужен на этом посту, потому что он не подходил для этой роли, для роли лидера, который стоит во главе страны во время страшнейшего испытания, которое за последние сто лет, наверное, а может и тысячи лет такого не было. Вот, но, что интересно, он сказал, что Борис Джонсон был выбран премьером для того, ну, как говорится, с беды, для того, чтобы он мог спасти Брэкзит и для того, чтобы он не допустил, чтобы Корбин возглавил страну. Что касается Корбина, я с ним лично жала ручку, честно скажу, жала руку, да. Вот, а что касается Бориса Джонсона, то я уже говорила, он мне сказал «хеллоу!». Вот, но это было в разных местах, в разное время и при разных обстоятельствах. Так вот, Борис Джонсон по свидетельству его секретаря постоянного сказал, ну, это всё не то, что сказал, а написал. Написал «всё равно старики, которым 80 и 85 лет, как говорится, природа им отмерила этот возраст, как говорится, ну, уже пора, как говорится, туда, за речку». Вот, поэтому их не жалко. Мне, сказал он, сказали, что они как раз и мрут больше всего, как мухи, поэтому, пускай уже помрут, но зато они уступят дорогу молодым, так сказать, не будут под ногами путаться. Заметили, что я всё это рассказываю без улыбки, ну, и, в конце концов, я старалась. Так вот, оказывается, что не просто, не просто вот это такое наглое отношение у Бориса Джонсона, а вторая его была плохая черта, не то чтобы ошибка. Это то, что никто из них не понимал, как на самом деле работает система здравозахоронения. Я должна сказать откровенно, сейчас вот мы буквально сегодня были в госпитале, по сравнению с тем, что было с этой системой здравозахоронения до, так сказать, того, и после того, они многому научились. Это действительно, как бы, ну, как бы, ну, видно, это очевидно, они очень стараются, очень-очень-очень стараются, очень стараются помогать. В общем, не побоюсь этого слова, везде чисто. Я просто хорошо помню, я хорошо знаю, бывало, раньше придёшь в госпиталь, ждёшь там, сидишь в приёмном покое. Так там грязище бумаги, всё валяется, так это, ну, это, ну, я уже про остальные места молчу, да, это было публичное место. И мы ждали, тогда пошли с дочерью, мы ждали четыре часа, пока нас принял врач. Четыре, не в рову, ещё два часа гоняли по кабинетам, а дело было в том, что у неё она ударила палец, и у неё, ну, кровь зачернела под ногтем. Боли такие, ну, пришлось сверлить. Вот, так, это мы ждали шесть часов, люди уже стали нас искать с собаками. Ну, и вот это вот то, что бы я хотела сказать про Бориса Джонсона сейчас, пока что только-только начались дебаты. Я очень советую дальше вам посмотреть, потому что лично я буду рассказывать, как оно было на самом деле, всё это дело. И валить на Бориса Джонсона, это очень легко. Я вначале сказала, что это надо национальный британский характер знать, чтобы понимать, почему так происходит. Сам же Борис Джонсон, он и раньше, между прочим, он как раз и инициировал вот это вот, как говорится, служение. Правда, он их хотел проводить аж в 21-м, что ли, году. В общем, короче говоря, ну, не в 23-м, в конце 23-го началось. То есть, а он хотел и в 22-м, что-то такое. Ну, помешала, конечно, смерть нашей матушки-королевы и всякое такое, но... Но сам Борис Джонсон объявил, что он теперь будет ведущим на новом телевизионном канале. В пику BBC будет называться BR News, то есть британские новости. И он там будет за главным ведущим. Это будет абсолютно право-право-право-право-я-приправо-я-приправо. Вот, это будут новые... Но все знают, что BBC, это лифтисты там не засели, там смотреть новости BBC, это все равно, что я даже не знаю, что... Лучше не буду приводить пример. Но это будет правая независимая телекомпания, и он там будет за главным ведущим. Я так подозреваю, что слава Такера Карсона Бориса, как говорится, ужалила в одно место. Кстати, Доминик Куминг не стеснялся в выражениях во всех этих ватсапах, которые вскрыли. И там он обзывал всех министров тупыми сви, вот это, нями. Потом он их обзывал еще какими-то словами, и всякие такие, как говорится, эти... Нет, они вглублялись так глубоко в английский язык, как он обзывал министров. Причем он их обзывал, что называется, ну, в открытую. Они даже могли это увидеть. Но они не обижались, не обижались. На что кто-то из нынешних комментаторов уже сказал, что Куминг и Борис – два пьяницы, которые засели на Даунинг-стрит и, как говорится, вели страну в пучину хаоса, ввергли страну. При этом они смеялись над итальянцами поначалу. А также, кто помнит, в марте такое было, что даже все ватсапы за март были стерты. Но я вам расскажу и про февраль, и про март. Так что, как говорится, на связи. Мы с вами будем дальше рассмотреть. Конечно, будет интересно дальше послушать, что скажет сам товарищ Хаткок. Но и я вам тоже буду немножечко прояснять про это более подробно. Как же они, как говорится, облажались. Ну, а пока – пока.